Жители Тимиртау требуют срочно привести в порядок футбольные поля и детские площадки, которые появились только осенью. Установленные для игры сооружения уже рассыпаются по частям. К горкам и качелям детей стараются не подпускать. Родители считают это опасным. Особенно после того, как на 12-летнего подростка упали футбольные ворота. Наш корреспондент Агирин Бухтаева побывала на кортах, которые вызывают страх. 12-летний подросток играл вот на этом поле, когда на него упали металлические ворота. У ребенка травма головы, к счастью, не опасная, но все равно он под наблюдением медиков. Эту площадку установили только в прошлом году, а здешние металлические конструкции уже напоминают полосу испытаний. Местные жители говорят, что боятся отпускать сюда детей и понять их можно. Ощущение, будто одно неосторожное движение и ребенок может пострадать. И вот жители Тимиртау забросали жалобами местный Акимат. Например, пенсионерам этого двора теперь негде сидеть. Все лавочки заняты детьми. Взрослые не разрешают им играть на новой площадке. Она выглядит слишком устрашающе. Да тут а сварщикам даже не надо быть, что видно, что вот эту проволоку может любой человек сжать, даже я. Хотя, ну, как бы вот, это как? А это мяч, и он летит со силой такой, да? Как они принимали эти площадки в первую очередь? Во-первых, площадку принять, ну, это значит уже разрешено. Они проверяли вообще. Хотелось бы, чтобы приняли меры, наказали всех тех, кто отвечал за эти детские. Помимо шести футбольных полей в Тимиртау появилось и 50 детских площадок. Сначала радости не было предела, а теперь жители жалуются на падающие фонари, сломанные горки и незакрепленные качели. Все эти яркие конструкции, которые просили много лет, обернулись настоящей проблемой. Взрослые то и дело собирают металлические части или пытаются их укрепить, чтобы это не навредило детям. Просто для галочки. Такое ощущение просто. Отчитались, замазали какие-то там свои пробелы и все. И ушли в тень. Дети всегда были детьми. И мы были детьми. И мы лазили и по деревьям, и по крышам. Где мы только не лазили, согласитесь. Дело не в этом, а в том, что если бы было качественно сделано, не было бы таких вопросов и таких проблем. Если бы они сделали, как для своего ребенка, переживая о том, что завтра эти ворота не упадут на голову этому ребенку, да, его, лично его ребенку. После многочисленных жалоб сотрудники ЖКХ вышли в специальный рейд и даже доложили о начале ремонта. Вот только пока на детских площадках ничего не изменилось. В Акимате, правда, просят дать время. По истечению зимы есть недочеты по их состоянию, по качеству. Делом ЖКХ было проведено обследование. То есть наши сотрудники приехали по всем площадкам, собрали акт, где что не хватает, где что нужно поменять. Предъявили это все подрядчику. У подрядчика есть гарантийные обязательства на восстановление этих детских площадок. С мая он уже приступил. Чиновники настроены оптимистично. Заверяют, что детвора уже этим летом будут играть на безопасных кортах. Более того, в ближайшее время планируют установить еще порядка 50 новых площадок. Вот только после ЧП с упавшими воротами такую новость горожане восприняли с опаской. Елена Бухтаева, Николай Колесниченко, КТК, Карагандинская область.